В эфире новости губернии. Здравствуйте. В студии Сергей Дрожевкин. И Татьяна Потоцкая. Сначала куртка о главных темах выпуска. Будем жить по-новому. Основной закон страны в ближайшее время претерпит изменения. Какие, пока обсуждают на высшем уровне, впервые с участием экспертов, ученых и общественников. И опасная, и трудная, и такая важная служба. Люди в погонах готовятся отметить профессиональный праздник. Новый жанр на знакомый мотив. Живые декорации, соло на пиле и легенды седых жигулей. Премьера народной оперы от Волжского хора удивила и наших корреспондентов. Основной закон страны претерпит изменения. Какие, обсуждают на всех уровнях власти. Привлекают экспертов, ученых и общественников, в том числе из регионов. В преддверии 20-летия Российской Конституции Владимир Путин встретился с представителями разных вузов страны. Подобная встреча первая в истории современной России, в чем президент согласился с правоведами. И что, собственно, будут менять, разбиралась Нина Ванина. Отчет о встрече профессоров с президентом уже в сети. Виктор Полянский изучил и признался. Все как и было, без купюр. Обменивались мнениями, спорили. Конституцию – монументальный юридический документ. Можно и нужно менять. Но аккуратно и вдумчиво. К этому пришли все участники встречи. Владимир Путин с ними солидарен. Уважение к Конституции, несмотря на то, что она не всеми принималась и принимается до сих пор, является залогом определенной стабильности конституционного строя. Такая встреча была очень полезна. И Владимир Владимирович, выслушав многие позиции, с частичными какими-то аспектами не согласился. С другими он соглашался. И, на мой взгляд, он больше соглашался, чем не соглашался. Ни в царской России, ни в советские годы у специалистов высшей школы по подобным вопросам не консультировались. Но статистика сегодня говорит о крайне низком знании гражданами основного закона страны. Только один из пяти может пересказать содержание статей. Но и эти цифры, говорит Виктор Полянский, завышены. А тем временем незнание не только не освобождает от ответственности, но и больно ударяет по кошельку. Если человек знает Конституцию, более уверенно и будет, так скажем, настойчиво добиваться защиты своих законных интересов и прав. Не по обязательным вопросам для себя бы обращаться к юристам. А услуги юристов платные в основе своей. Поэтому очень сложно бывает защитить себя и в суде без юридических каких-то услуг. Воспитывать, как говорят правоведы, юридическую грамотность и правовое сознание нужно со школы. Один из последних подписанных президентом законопроектов как раз об этом. Символы государства, к которым в известной степени относятся и Конституция, чрезвычайно важны. Кстати говоря, хочу вас проинформировать. Вчера подписал законопроект и внес его в Государственную Думу о более широком использовании таких символов, как государственный флаг, гимн. Исхожу из того, что более широкое его применение, во всяком случае в учебных заведениях, будет способствовать воспитанию патриотизма. Противникам нововведений в основной документ страны у правоведов ответ заготовлен, перемены начались и процесс этот необратим. В 2008 срок полномочий главы государства увеличен с 4 лет до 6, а летом этого года президент внес еще одно предложение об изменении судебной системы. Оно предполагает объединение Верховного и Арбитражного судов. Нина Ванин, Алексей Вельминскин, Новости губернии. В Самаре могут приступить к восстановлению единственной в регионе Старообрядческой церкви. Здание дореволюционной постройки является памятником истории и культуры и давно нуждается в реконструкции. Об этом говорили сегодня на встрече губернатор Самарской области Николай Меркушкин и митрополит Московской и всеярущей русской православной Старообрядческой церкви Корнилий. Владыка прибыл в область с трехдневным архипастерским визитом. Он обратился к главе региона с просьбой о содействии в реставрации храма. Церковь в центре города на улице Льва Толстого была построена в 1913-1915 годах в честь семьи Романовых, а в 29-м здание передали станкозаводу под размещение клуба. И лишь в 2006-м храм был возвращен в собственность общины Русской православной Старообрядческой церкви. Дефицитные, но социальные. Сегодня в губернанской думе на заседании профильного комитета обсуждали, каким будет бюджет на ближайшие три года. Доходная часть на 2014-й составила чуть больше 116 миллиардов рублей. А вот расходная больше. Экономить будут на содержании госуправления. Средства сократят на 15%. А вот одно из приоритетных направлений – повышение зарплат бюджетников. В общей сложности на образование, социальную сферу и здравоохранение планируют потратить 60% из расходной части бюджета. Основные параметры главного финансового документа региона рассмотрят на ближайшем пленарном заседании областного парламента. Эту часть не сокращают. Наоборот, она немножко даже увеличена. Ну, извините, а государственные нужды сокращать, в общем-то, иногда и надо. А расходная часть в рамках социального обязательства перед жителем Самарской области, она остается прежней. И я думаю, она только будет увеличиваться. На работу, как на подвиг, сотрудники органов внутренних дел готовятся отметить свой профессиональный праздник. Самарские полицейские принимали поздравления от руководства областного главка и первых лиц региона. Награды особо отличившимся вручал губернатор. Уже третий год, 10 ноября, в России не день милиции. Изменилась и форма, и даже название, а вот задачи все те же. Об опасной профессии – охранять безопасность. Нина Ванина. Этот праздничный день по традиции начинается у мемориала погибшим сотрудникам. Коллеги возлагают цветы. С момента пожара в бывшем здании Самарского главка прошло 14 лет. С тех пор многое изменилось. В свой профессиональный праздник областные полицейские не умалчивают об успехах. В этом году нам удалось преодолеть вот эти негативные тенденции. На сегодняшний день у нас снижение количества преступлений, совершенных на улице и в общественных местах. А это, я считаю, как раз своего рода вот тот положительный результат профилактической работы, которую мы проводим, как я уже сказал, совместно, в том числе и со средствами массовой информации. В одном из столкновений с боевиками Андрей Корнев со своими подчиненными уничтожили троих опасных противников и обнаружили у них большое количество оружия и боеприпасов. Подполковник Корнев в органах служит с 1993 года. За это время награжден двумя медалями за отвагу, за заслуги перед Отечеством второй степени. В Самарском оперном Николай Меркушкин награждает тех, у кого каждый день подвиг. И таких немало. Ветеранов поздравляют отдельно. Ведомству есть чем гордиться и у кого учиться. Редактор сзадирует, что у нас очень много желающих идти по разного рода мошенническим схемам, заработать не трудовые доходы и жить не за счет того, чтобы создать благо, создать благо для общества, для города, мобильни. Поэтому в пути далеко не все стремятся идти. Это тоже много летает обстановки, о ситуации, о атмосфере в обществе. И по многому правоохранительной системе. Профессия остается опасной и сейчас. В 2013 году в области происходит давно забытое. Как в 90-х. Перестрелки на улицах, запутанные коррупционные схемы. Вы с достоинством несете эту службу, конечно, чисто по-человечески. Огромный такой. Единственность поколений – это основа службы движения вперед, основа службы гарантированного нашего будущего. Ну и ребята, которые надоблены за службу в тех горячих точках, понятно, что всегда это огромный риск. Задачи все те же. Трудные, но выполнимые. Если полиция обеспечит порядок и надежную защиту, говорит глава региона. Работать и жить надо по-честному, напоминает губернатор. Нина Ванин, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Трудовых мигрантов в области в следующем году может стать больше. Об этом сообщает региональный Минтруда. Квота на 2014-й составит 29 746 человек, что на 5 тысяч больше, чем в нынешнем. И в три раза больше, чем в 2010-м. Таким образом, миграционный прирост Самарской области за три года составил свыше 19 тысяч человек. Половина из них занята в строительной сфере. Менее 20% в сельском хозяйстве. Реже всего иностранцы выбирают для работы транспорт. Всего 4%. В Министерстве труда и занятости отмечают, что привлечение мигрантов – вынужденные меры. Говоря о тех глобальных стройках, которые предстоят нам в ближайшие 5 лет. И здесь все будет зависеть от того, сумеем ли мы подготовить свои собственные профессиональные кадры. Не секрет, что у нас огромный дефицит трудовых ресурсов. В настоящий момент, даже по официальным данным службы занятости, которой я возглавляю, количество безработных в три раза меньше, чем количество вакансий. Количество безработных, которое у нас в области существует, оно измеряется порядка 55-60 тысяч человек. Только одна пятая из них стоит на учете. Тем не менее, эти люди не хотят идти на вакансии, которые открыты. В силу их непривлекательности, непрестижности, невысокой заработной платы и, собственно, плохих условий охраны труда. Праздник с национальным колоритом и с историей. В регионе отметили десятилетие благотворительного фонда «Помощь киргизскому народу». Его сотрудники помогают соотечественникам адаптироваться в жизни в России. Впрочем, сами виновники торжества на своих и чужих делить население когда-то одной большой страны не привыкли. Поэтому на юбилее говорили только о дальнейшей совместной работе и о дружбе народов. Десятилетие благотворительного фонда «Моносоты» праздник не только для киргизов, но и для всего многоционального населения области. Народы в регионе дружат, а связь России и Киргизии достаточно тесная. На самом деле, нас очень много связывает и связывалось эти 230 лет. Правда, последние годы мы считаемся, ну, и являемся отдельными государствами, но в то же время очень много контактов экономических, культурных, чисто человеческих, гуманитарных. И то, что сегодня происходит такой праздник киргизской культуры, я думаю, что культура нас сближает и будет так всегда. В честь праздника в Самару приехали руководители киргизских национальных организаций из других городов. К Краснодару, Фааренбург и на этом список не заканчивается. Посол Киргизской республики в России мероприятие без своего внимания не оставил. Признается, что просто не мог пропустить торжество. Юбилей организации растянулся на два дня. Первая часть официальной визиты и обсуждение сотрудничества между республикой и областью. Очень важная встреча с губернатором области Николаевичем Грекушкиным. Мы говорили вопросы, как сделать наши связи еще ближе, чтобы интенсивнее контакты заработали, как в хозяйственных вопросах, так и в культурных. Мне было приятно услышать теплые слова в отношении киргизской диаспоры в Самаре. Завершилось торжество концертом национальных коллективов. От лесгинки до русских народных танцев. На сцене настоящая дружба народов. Дарья Болгова, Олег Айдаров. Новости губерния. Современное оформление и аутентичное звучание. А еще новаторство в каждой сцене. Тут и живые декорации, и даже соло на пиле. Волжский народный хор представил публике премьеру трехчасовой музыкальный спектакль «Легенды седых жигулей». Сыграли в театре оперы и балета. А в суть режиссерских находок вникала Татьяна Пудова. Они легко извлекают звуки из, казалось бы, не музыкального инструмента, пилы. Теорию игры на ней в консерваториях пока не преподают. Музыканты Волжского народного хора в каком-то смысле инноваторы и энтузиасты. В этом спектакле вообще много нового. Да и сам жанр народной оперы – режиссерская находка. «Легенды седых жигулей» – шесть историй, объединенных одной темой. Работали над постановкой почти год. Но и после премьеры будут вносить коррективы. Мы делали такую историю, чтобы она работала на 100%. А после этого мы сейчас будем уже каждую и тему, их шесть, мы каждую эту тему будем открывать от начала до самого конца. Декорации спектакля «Легенды седых жигулей» весьма условны. И здесь тоже обратились к новому, современному театральному тренду. Система видеопроекции и звука, который используется в постановке, позволяет зрителям непосредственно погрузиться в действие и стать участниками спектакля. Они все осветили ярмарку, и вот эта вот «Волга», и это, как здесь, и стрельцы, и девушки радуются здесь, а потом печалятся они вот о колене черной. Трехчасовой музыкальный спектакль – это еще одна попытка донести до зрителей своеобразие русского танца и народной песни, которая по-своему передает ощущение времени. Татьяна Пудова, Егор Майоров, Новости губернии. И на этом у нас все новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Самарит Альятти, 7-8, тепла, дождь и слабый северо-западный ветер. Спешите увидеть знаменитые цирковые династии, большой московский цирк зверей, грандиозное срелище, леопарды на свободе, медведи-акробаты, обезьяны-наездники, шоу аргентинских попугаев, головокружительные трюки, фантастические превращения, зажигательные искрометные клоуны и многое другое. Большой московский цирк зверей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова